Добро пожаловать в дом отдыха Ласточкина Гнездо. Как доехали, мадам? Нормально. Ты лучше мне скажи, почему ваш дом отдыха такой старый? Он вот-вот развалится, ремонта требует, а вы сюда людей приглашаете. Еще и денег требуете бешеных. Если бы я так не устала с дороги, то ноги бы моей тут не было. Простите, мадам, за неудобства. Наш дом отдыха все полученные средства отдает бедным сироткам, у которых нет ни папы, ни мамы. Им совсем нечего кушать. К сожалению, на ремонт ничего не остается. Но вы делаете благородное дело. Отдыхая у нас, помогаете одиноким детишкам. Ладно, поживу у вас пару дней, так и быть. Но зачем было обманывать? На приглашении был нарисован океан и пальмы, а тут ничего этого нет. Сами понимаете, реклама. Но у нас есть влажные салфетки с запахом океана и жвачка со вкусом тропических фруктов. Если пожелаете. А почему тут такая тишина? Мы что, тут одни? Пока, да. Вы первый посетитель. Но не волнуйтесь, скоро прибудут и остальные постояльцы. Апчхи! Кто чихнул? Я чихнула. Вообще-то нужно сказать, будьте здоровы. Будьте здоровы. Спасибо. Но я видел, что вы стояли с закрытым ртом. Определенно чихнул кто-то другой. Вам, наверное, показалось. Вот ключи от вашего номера, мадам. Вверх по лестнице и по коридору. Располагайтесь и отдыхайте. А денежку заплатите, пожалуйста, за номер. Это просто грабеж. Мадам, ну что вы, это все ради сироток. Ах да. Ладно, вот, держи. Могу, кстати, предложить номер подороже. А в чем разница? Там есть мышеловка. Нет, спасибо. Как-нибудь без мышеловки обойдусь. Положу денежки в сейф. Скоро сиротки получат все сполна. Пойду спать. Разбудите меня завтра в пять утра. Хорошо, мадам. Только предупредите меня в пол пятого, чтобы я чего доброго не проспал. Да как я... Да оно вас. Мне кажется, эта дама решила меня обмануть. И привезла в чемодане... Неучтенного постояльца. Нужно проверить. Ну и дыра. Мы уже возле туалета. Я в туалет хочу. Погоди. Сейчас там будем. Вот мой номер. Вылазь и иди в свой туалет. А я пока прилягу. Отдохну. Уже отдыхает. Хорошо. В чемодане никого нет. Ладно. Наверное, мне действительно показалось. Бабушка, в туалете вода только горячая. Ты уже спишь? А мне места нет, где прилечь. Ладно. Придется опять в чемодан лезть. Там хоть тепло, в отличие от этого номера. Да что же у вас за дом отдыха такой? Я сюда приехал отдохнуть. Они мучатся. Кто это там в коридоре шумит? Мне мешает спать свет в комнате. И вода в ванной журчит постоянно. Как это выключить? У нас отель типа все включено. Все включено, говорите? Да у меня в номере холодной воды нет. А ну, ждите. Чего ждать-то? Пока горячая остынет. Кажется, ночью приехали новые постояльцы. Что у вас за дом отдыха? Я просыпаюсь среди ночи от шума и вижу, что две мыши дерутся посреди комнаты. А вы что хотели? Чтобы мы вам за те деньги бой быков в номере демонстрировали? Вы же сами отказались брать номер с мышеловками. Дайте мне жалобную книгу. Я напишу туда всю правду о вашем отеле. И что же вы напишете? Что очень холодно. Я спала в шапке. Одеяла нет. Белье рванное. Туалетная бумага не новая. У меня нет жалобной книги. Безобразие. Ужас какой-то. Жесть. Просто жесть. Беспредел. Вообще офигели. Я на них в суд подам. Уважаемые отдыхающие, успокойтесь, пожалуйста. Скоро утро и все ваши страдания закончатся. А утром я вас приглашаю на завтрак. В столовую на первом этаже. Завтрак. Ну ладно. Только ради завтрака. Уж больно кушать хочется. Ну вот и утро, наконец. Сиди, Балди, в номере. Не вылазь. Я принесу тебе остатки завтрака сюда. Опять толпа недовольных. Скажите, его убили? Это убийство. Что тут происходит? Кажется, директора убили в номере, пока он спал. Да, мои господа. Прошу вас соблюдать спокойствие. Скоро прибудет доктор и поставит диагноз. Этот человек жив, но он находится в глубокой коме. Кстати, я обнаружил на нем записку. Ты заслужил это за то, что издевался над детьми в школе и ставил над ними эксперименты. Придет время, и я разберусь с остальными. Но ведь в отель никто из чужаков не приходил. Значит, тот, кто это сделал, находится среди постояльцев. Это не я, не я, точно не я. Я вообще спала. А я в туалете был. Но кто, кто это сделал? Предлагаю разрядить обстановку и пойти в столовую на завтрак. А злодей будет наказан. Это я вам обещаю. Продолжение следует. Как ты думаешь, кто из них злодей? Напиши в комментарии, что ты думаешь по этому поводу. Ну и подпишись уже, наконец, и лайк поставь, не ленись. Парпик ждет, да, yes, о да, детка.